АРМС ДАРАР ДАХТЕ АГАИН 23 февраля огромное количество людей, особенно старшего поколения, к сожалению, продолжают отмечать праздник, который в Советском Союзе назывался День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Однако мало кто знает, что на самом деле Красная Армия и Красный Флот не были созданы 23 февраля. Еще меньше людей знает о том, что главным автором этого праздника является Иосиф Сталин. Поэтому я и решил выпустить специальное видео и показать всему народу, что 23 февраля это не праздник, это день можно назвать Днем Позора Красной Армии. Поэтому досмотрите данное видео до конца и по возможности максимально его распространите. Итак, начнем. Во-первых, активно провозглашаемый сегодня девиз о том, что 23 февраля является Днем Рождения Красной Армии, на самом деле является самой наглой ложью. На самом деле декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии был подписан Лениным 22 января 1918 года. И мало кто знает, но вместе с Лениным этот декрет подписали еще 7 человек, среди которых вообще не было русского по национальности. Поэтому можно даже смело сказать, что авторами Красной Армии являются в основном нерусские большевики. Кроме того, 23 февраля сегодня называют Днем, когда будто были бы одержаны первые победы Красной Армии. Однако в действительности 23 февраля можно было бы смело назвать Днем Позора Красной Армии. Дело в том, что именно 23 февраля 1918 года ранним утром немцы предъявили большевикам ультиматум, дав советскому правительству 48 часов для размышления. По этому ультиматуму советское правительство должно было признать независимость Прибалтики, Финляндии и Украины, а также вывести свои войска из их территорий. Во-вторых, передать Турции, Батуми и Карс. В-третьих, демобилизовать армию. В-четвертых, разоружить флот в Балтийском и Черном морях, а также в Северном Ледовитом океане. В-пятых, признать Германию самым большим торговым партнером России, который имеет максимальные права в торговле с Россией. В-шестых, разрешить беспошлиный вывоз в Германию руды и иного сырья из России. И последнее, прекратить агитацию и пропаганду против Германии. Самое интересное, большинство лидеров большевиков отказалось признать этот ультиматум, и тогда, знаете, кто потребовал подписать этот позорный договор? Этим человеком был Владимир Ильич Ленин. Да-да, это тот Ленин, который возглавлял партию большевиков, который был первым председателем первого советского правительства, и который до сих пор сегодня лежит в мавзолее на Красной площади. Так вот, этот самый Ленин потребовал заключить мир с Германией на германских условиях, в противном случае он грозил подать в отставку. В своей статье «Война или мир», которая была опубликована в газете «Правда» в тот же день, 23 февраля 1918 года, Ленин напишет «Мы должны ценой любых потерь сохранить островок уже существующей пролетарской власти». 23 февраля 1918 года Ленин открыто скажет на заседании советского правительства «В Советской Республике нет армии, есть только мучительно позорные сообщения об отказе сохранять позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении, не говоря уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности и разгильдяйстве». Позже эти слова Ленина были напечатаны в газете «Правда» под названием «Тяжелый, но необходимый урок». Таким образом, под давлением Ленина советское правительство приняло унизительные условия немецкого ультиматума. Главная причина и того, почему Ленин требовал принять условия немцев, заключалась в одном. Только так он мог сохранить власть, которую получил в результате Октябрьского переворота. И самое главное, мало кто знал, но деньги на этот самый Октябрьский переворот Ленин получил от немцев. Таким образом, фактически 23 февраля – это день предательства, который совершил Ленин. Тысячи погибших русских солдат, массовый героизм российского народа в тылу были просто забыты. 23 февраля 1918 года Ленин просто взял и унизил всю Российскую империю, отдав половину европейских территорий немцам без всякого боя и без всякого сопротивления. Патриарх Московский и всея Руси Тихон 18 марта 1918 года по этому поводу скажет. Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных попадают в условия великого духовного соблазна для их веры. Мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения. Церкви же православной принесет великий урон и горе, а Отечеству неисчислимые потери. Таким образом мы с вами видим, что даже руководитель православной церкви открыто называл то, что сделало Ленин, предательством. Идем дальше. В советских школах, а сегодня еще и в российских школах, нам также говорят, что будто бы 23 февраля 1918 года Красная Армия одержала свои первые победы над немцами под Нарвой и Псковом. Самое интересное, напрасно вы будете искать в исторических хрониках, архивах, мемуарах хоть какие-то сведения об этих победах. Нигде и ни у кого нет упоминаний об этих первых победах Красной Армии. А нет почему? Да потому что на самом деле все было наоборот. Не встречая практически никакого сопротивления, немецкая армия стремительно двигалась вперед и одерживала одну победу за другой. Немецкий генерал Макс Гоффман впоследствии писал, «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков и едешь дальше». Таким образом мы с вами видим, что ни о каком сопротивлении Красной Армии войскам Германии не было. В феврале 1918 года немцы почти без боя захватили Двинск, Минск, Полоцк. Самое интересное, все эти города были взяты не только без боя, но и захватили их небольшие группы немецких солдат. Например, одна из самых главных советских газет «Известия» писали в феврале 1918 года. Город Люцин был взят следующим образом. В городок прибыло 42 немца в двух вагонах. Немцы были очень утомлены и прежде всего отправились в буфет, где сытно закусили. После чего ими был задержан эшелон солдат, готовившихся к отъезду. Немцы построили солдат в шеренгу на платформе, отобрали у них оружие и заявили. Теперь вы свободны, марш куда хотите, только паровозов не получите. А писатель Юрий Филиптинский, который лично участвовал в гражданской войне, в своей книге «Крушение мировой революции» напишет еще более ужасно. Самым удивительным в германском наступлении 23 февраля было то, что немцы наступали без армии. Они действовали небольшими отрядами в 100-200 человек, причем даже не регулярными частями, а добровольцами. Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифической германской армии, войска и станции оставлялись без боя еще до прибытия противника. Псков был занят небольшим отрядом немцев, которые приехали на мотоциклах. Таким образом мы с вами видим, что никакой регулярной, сопротивляющейся и тем более воевавшей Красной армии не было. 24 февраля 1918 года немецкий отряд из 200 человек сначала без боя захватил город Псков, а затем в тот же день пали Юрьев, Ревель и Нарва. Причем нарком по морским делам Павел Дыбенко должен был защищать Нарву со своими матросами, но когда он услышал о приближении немцев, то быстро сел на бронепоезд и убежал в сторону Гатчины подальше от фронта. И панически убегал от немцев не только Дыбенко, но и вся так называемая Красная армия. Самое интересное, что о паническом бегстве Красной армии, о поголовной трусости красноармейцев нередко писали даже сами большевики. Например, Лев Троцкий в своей книге «Моя жизнь» напишет «Когда я проезжал через линию фронта на пути в Брест, окопы были почти пусты». Слова Троцкого подтверждает начальник штаба одного из корпусов Северного фронта полковник Беловский. «Никакой армии нет. Товарищи спят, едят, играют в карты, ничьих приказов и распоряжений не исполняют. Немцам все это отлично известно». Такие же лидеры большевиков, как Зиновьев и Крыленко, сказали еще более откровенно. «Имеются сведения, что в некоторых случаях безоружные немецкие солдаты разгоняли сотни наших солдат», признавался Григорий Зиновьев. А Николай Крыленко писал «Армия бросилась бежать, бросая все». Кроме того, паника в Красной Армии, неспособность красных командиров организовать сопротивление немецкой армии привели даже к тому, что 27 февраля 1918 года Ленин принимает решение срочно уехать из Петербурга в Москву. Причем для прикрытия своего позорного бегства Ленин провозглашает «Мы возвращаемся в Москву, древнюю столицу России». Таким образом, мы с вами видим, что никакого создания Красной Армии и никаких первых побед 23 февраля не было. Идем дальше и рассмотрим теперь вопрос «А как же тогда этот день вдруг стал днем Красной Армии?» Вообще началось все с того, что 10 января 1919 года председатель высшей военной инспекции Николай Подвойский предложил отметить 22 января первую годовщину создания Красной Армии. К тому времени ситуация на фронтах более-менее начала улучшаться и красные командиры наконец-то научились воевать. И для поднятия военного духа Подвойский и предложил отметить первый день рождения Красной Армии 22 января. Однако докладная записка Подвойского дошла до советского правительства лишь в начале февраля 1919 года. Конечно, о том, чтобы отметить день рождения Красной Армии 22 января, теперь и речи не было. Поэтому было принято решение отметить день рождения Красной Армии вместе с наступающим днем Красного Подарка. День Красного Подарка – это был день, когда мирное население собирало продукты, одежду и другие предметы для Красной Армии. Впервые день Красного Подарка был проведен 17 февраля 1918 года, который как раз тогда попался на воскресенье. В 1919 году 17 февраля пришелся на рабочий день понедельник, поэтому было принято решение провести это мероприятие в ближайшее воскресенье 23 февраля. Также на 23 февраля было принято решение провести и первый день рождения Красной Армии. В итоге оба этих праздника и были проведены 23 февраля 1919 года. Самое интересное, в следующие годы, в 1920 и 1921 годах, день Красной Армии не только не отмечался, но его даже не было в списке советских праздников. Но в 1922 году ситуация поменялась. Дело в том, что к 1922 году признанный лидер большевиков Владимир Ленин в результате покушения практически стал парализованным и постепенно отошел от руководства. И сразу же началась борьба за власть между ближайшими соратниками больного Ленина Каменевым, Зиновьевым, Троцким, Сталином. Лев Троцкий, который тогда занимал важнейшую должность Наркома военных дел или же по-современному министра обороны, решил прийти к власти с помощью военных. И чтобы заслужить поддержку армии, Лев Троцкий в 1922 году 23 февраля провозглашает днем рождения Красной Армии и Красного Флота и даже проводит военный парад на Красной площади. Когда же некоторые, например, как писатель Михаил Булгаков, попытались сказать Троцкому, что вообще-то армия и флот были созданы в январе, Троцкий ответил, «Мне как Нарком Военмор лучше известно, когда появились Красная Армия и Красный Флот». Таким образом, мы с вами видим, что 23 февраля стал праздником благодаря самовольной инициативе Льва Троцкого. Но традиция отмечать день рождения Красной Армии 23 февраля не протянулась надолго. В 1923 году этот праздник уже не отмечался совсем. Дело в том, что 16 декабря 1922 года у Ленина случился второй инсульт и практически стало ясно, что он умирает. В этой ситуации Троцкому стало уже не до праздника. Ему срочно нужно было укреплять свои позиции в стране, чем он и занялся. После ухода Троцкого с поста военного наркома его преемник Михаил Фрунзе тоже не стал проводить этот праздник. Опытный военный, герой войны Фрунзе все свое внимание больше уделял подготовке Красной Армии, а не празднику. С 1925 года новый военный нарком Климент Ворошилов вообще отменяет этот праздник, сказав на заседании высших офицеров «Приурочивание годовщины Красной Армии к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Таким образом, мы с вами видим, что после Троцкого два его преемника военных министра Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов почти что отменили этот праздник. Официальным праздником, который уже стал ежегодно отмечаться как День Красной Армии и Советского флота 23 февраля стал в 1938 году. И произошло это следующим образом. С начала 16 февраля 1938 года в главной советской газете «Известия» появляется статья Иосифа Сталина «К 20-летию Красной Армии и военно-морского флота. Тезисы для пропагандистов». И в этой статье впервые прозвучали слова о том, что якобы именно 23 февраля 1918 года Красная Армия одержала свои первые победы над немцами под Псковом и Нарвой. Самое интересное, не все в советском руководстве согласились с такой идеей Сталина. Доказательством этого служит тот факт, что, например, юбилейная медаль «20 лет Красной Армии» была учреждена 24 января 1938 года. То есть зимой 1938 года были еще люди, которые могли противостоять Сталину и понимали, никакого 23 февраля Красная Армия создана не было. На самом деле Красная Армия была создана в январе 1938 года. Но вскоре ситуация полностью меняется. В течение нескольких месяцев были репрессированы все командиры и все историки, которые выступали против 23 февраля. После этого, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, в сентябре 1938 года появляется учебник, который назывался «История Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков. Краткий курс». И хотя его авторами были несколько советских академиков, но главным и основным редактором книги стал Иосиф Сталин, который к тому времени уже захватил всю власть в Советском Союзе. Главной причиной написания этого учебника было стремление Сталина, который в первые годы советской власти находился на вторых ролях, убрать из истории имена тех большевиков, которых к тому времени репрессировали и объявили врагами народа. В этом учебнике главным автором всех побед советской власти провозглашалась Коммунистическая Партия. Так вот, именно в кратком курсе 23 февраля еще раз было открыто объявлено Днем Создания Красной Армии. Здесь, в частности, было сказано, под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. День отпора войскам германского империализма 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии. И хотя на самом деле, как мы знаем уже выше, никаких побед под Псковом или Нарвой не было, а было лишь сплошное паническое бегство Красной Армии, эти слова из краткого курса были восприняты как приказ Сталина. Ведь Сталин 10 октября 1938 года на торжественном заседании Политбюро, посвященном выходу этой книги, прямо сказал, «Эта книга есть краткое изложение истории, демонстрированное фактами, причем не фактами выдуманными, а историческими, которые должны быть всем известны. Эта книга, которая демонстрирует основные идеи марксизма-ленинизма на исторических фактах». Таким образом, краткий курс партии фактически был провозглашен самой главной книгой по советской истории. И все советские историки, все советские исторические книги должны были быть основаны на ее содержании. То, что было написано в кратком курсе, теперь стало законом. Никакая историческая статья или книга по истории теперь не могли противоречить тому, что было написано в кратком курсе. Контрольным выстрелом, который окончательно закрепил 23 февраля, днем рождения Красной Армии, стал приказ номер 55 от 23 февраля 1942 года, который подписал лично Сталин. В этом приказе было сказано, молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, на голову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии. Таким образом, мы с вами видим, что 23 февраля стал праздником в честь дня рождения Красной Армии по прямому распоряжению и по прямому приказу Сталина. И тут возникает вопрос, а почему Сталин так упорно хотел сделать праздником Красной Армии именно 23 февраля? Ответ крайне простой. Сталин и его ближайшие соратники прекрасно понимали и помнили, какие унизительные условия на самом деле они подписали 23 февраля 1918 года. И необходимо было смыть это позорное пятно из советской истории, чтобы день 23 февраля у советских людей ассоциировался не с позорной статьей Ленина, а чтобы 23 февраля воспринимался как очередная победа советской власти. Самое смешное, никто сегодня не знает, как на самом деле официально назывался этот праздник в Советском Союзе. Официальное название этого праздника – День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. И хотя советские историки прекрасно знали, никакой победы над Германией не было, а на самом деле почти половина территории России в 1918 году немцы захватили без боя, но никто из историков не осмеливался выступить против этого. А чтобы не вызывать лишних вопросов и тем более лишнего смеха, этот день просто называли День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Официальное название употреблялось очень редко, потому что все понимали, что это название просто не соответствует действительности. Самое печальное, этот праздник остался и после распада Советского Союза. Его до сих пор отмечают в России, где продолжают придерживаться сталинского взгляда о том, что будто бы 23 февраля была создана Красная Армия и одержаны первые победы. Такие российские историки, как Ганин, Платошкин, Цветков, Гурев продолжают активно писать «23 февраля Красная Армия одержала свои первые победы над немцами и показала примеры доблести и героизма». Хотя на самом деле, конечно же, это было далеко не так, и выше я уже приводил факты. Самое обидное, эту сталинскую теорию поддерживают и официальные власти России. В 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета России этому празднику было дано название «День Победы Красной Армии над кайзерскими войсками Германии и День Защитника Отечества». В 2002 году к названию этого праздника добавили еще одну приставку «День воинской славы России». Однако постепенно российские политики начинают понимать, что-то здесь не так. 24 марта 2006 года Государственная Дума России наконец-то додумалась, что надо убрать из официального названия этого праздника слова «День Победы Красной Армии над кайзерскими войсками Германии». Теперь, 23 февраля, Россия стала отмечать только как День Защитника Отечества и День Воинской Славы России. В той же России забыли о том, что до 1917 года в Российской империи существовал свой русский праздник, посвященный войнам. Отмечали этот праздник 6 мая в День Святого Георгия Победоносца, который всегда считался покровителем русских воинов. В этот день воины русской армии участвовали в парадах, в этот день награждали георгиевскими крестами, в этот день вручали и освящали знамена. И об этой традиции в современной России забыли. И давным-давно вместо Дня Святого Георгия Победоносца стали отмечать День Воинской Славы 23 февраля, который на самом деле был днем позора Красной Армии. Кроме России, 23 февраля отмечается еще в Белоруссии, Кыргызстане и Таджикистане. Наверное, историки этих стран еще не поняли, что на самом деле произошло 23 февраля 1918 года. В Казахстане 23 февраля, к нашей радости, давно уже не является праздником, и это правильно, так как у нас есть свой День Защитника Отечества, который мы отмечаем 7 мая. И закончить свое видео я хочу словами известных российских историков Сергея Волкова и Андрея Зубова. Нелепо, что мы до сих пор продолжаем отмечать доставшийся нам в наследство от советских времен праздник, называемый Днем Защитника Отечества. 23 февраля на самом деле Россия пережила национальный позор и унижение. Продолжение празднования этого советского праздника в современной России уравнивает добро со злом, палачей с жертвами, героев с преступниками. Согласитесь, лучше и не скажешь. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которую мы должны помнить.